Родители, чьи сыновья попали в число 14 подозреваемых в групповом изнасиловании в Кустанайской области, намерены подать на потерпевшую в суд за клевету. Они уверены, их сыновья не виновны, и очередная экспертиза это снова подтвердит. Сегодня они собрались у здания департамента полиции и пригласили прессу. Нина Шапо с подробностями. Нисап Жусупова с волнением ждет своего сына у здания департамента полиции. Его и еще 13 других мужчин сила Екаден, 22-летняя девушка, обвинила в групповом изнасиловании. Вместе с другими родителями Нисап приехала заявить, их сыновья не виновны. Я приехала, чтобы сказать, что те обвинения, которые девушка предъявляет, они не имеют отношения к правде. Мы услышали то, что нас даже обвиняют в покупке ДНК-экспертизы. Мы в шоке. У нас нет таких средств. Живем на одну пенсию. Известная адвокат Айман Умарова неоднократно заявляла, что в июле и в августе 2017 года ее клиентку, 22-летнюю девушку, изнасиловали 14 мужчин. В середине прошлого года она родила дочь и утверждает, что один из насильников – отец. Причем на 13 мужчин она указала, а одного не помнит. Недавно дело в групповом изнасиловании, которое тянется уже два года, возобновили и передали в прокуратуру. Она прекрасно знает, кто является отцом родившего ребенка. Но почему-то она утаивает. Конечно, это на ее совести, но сотрудники полиции буквально недавно возобновили дело. Будут проводить дополнительные следствия в деятельности и будут устанавливать того лица, кто совершил в отношении ее преступления. В департаменте полиции заявляют, что экспертиза и следственные действия ранее так и не установили факт отцовства и изнасилования. Не совпадают факты даже по срокам, которые обозначила потерпевшая. Беременность на момент обращения на апрель 2018 года составляла 28 недель. То есть срок зачатия выходит на октябрь месяц. Хотя сам потерпевший указывает на то, что изнасилование было в июле, 9 июля и в августе месяце. Ранее адвокат Айман Умарова заявила, что не все лица были установлены и не все подозреваемые хотели сдавать анализы. Сейчас будут снова проводить экспертизу ДНК только в другом центре судебных экспертиз. А неизвестного 14 участника изнасилования будут искать в двух близлежащих селах. Нина Шапо, Алексей Краснов, Информбюро, Костанай.